Мой доклад посвящен исследованию федерального законодательства в области информационного права. Моя задача, которую я себе поставила, посмотреть, какие же противоречия возникают на уровне федеральных законов, как они соотносятся друг с другом, и представила вот эту аналитику сейчас вашему вниманию. Исхожу из понятия скада, как фактически скада как таковая не зафиксирована, но аналоги ее существуют, определения. Если вот начиная с федерального закона об информации, который является трехглавым, посвящен информации, информационным технологиям и защите информации. Ну и соответственно есть определение информационной системы, как совокупность содержащихся в базах данных информации, обеспечивающих обработку информационных технологий. Второй вариант скада это автоматизированная система управления, очень близка к АСУТП, как комплекс программных и аппаратно-программных средств, предназначенных для контроля за технологическим или производственным оборудованием. Ну то есть здесь мы видим, что вычленяются по крайней мере два объекта, о которых Владимир Михайлович говорил. Это программные, программно-аппаратные, ну и база данных, как, в общем, тоже может быть и программные решения и какие-то другие, там какой-то другой перечень. Итак, вот система нормативно-правового регулирования. Я отталкиваюсь в первую очередь от закона об информации и строю связь с этим законом других законов. Подзаконные акты рассмотрела, но в очень небольшой, то есть когда я изучала, я посмотрела их очень много, но сейчас просто смысла нет. И когда доклад был представителя ВСТЭКа, тоже он сказал, что он бы как чиновник начал отталкиваться от федерального закона. Поэтому я просто как представитель экспруденции отталкиваюсь от федерального закона, а подзаконные акты они только должны раскрывать и раскрываются какие-то положения законодательства. Итак, что говорит закон об информации? Закон об информации говорит, что есть технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащиеся в государственных информационных системах, а это наша КИИ, в том числе программно-технические средства и средства защиты информации. Зеленым выделила, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Что говорит закон о техническом регулировании? Это выдержки из этого закона, что действие закона не распространяется на стандарты распространения, предоставления или раскрытия информации. Раз. Второе. Закон не регулирует отношения, связанные с разработкой, принятием, применением, исполнением, требованием. Зеленым выделила. К безопасному использованию атомной энергии. Предыдущие докладчики показали перечень тех объектов, которые относятся к критической информационной инфраструктуре. Но если вы почитаете, то здесь одни из, не все, конечно, но атомная энергетика, КИИ, дальше технологические процессы на опасных производственных объектах. КИИ, требования к обеспечению надежности и безопасности, электроэнергетические системы, объекты электроэнергетики. Это все космическая деятельность, все критическая информационная инфраструктура. Но закон, то есть сначала закон говорит об информации, говорит о том, что у нас должны быть технические средства, и они должны соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании. И во вторую очередь закон о техническом регулировании, что он не собирается регулировать то, что, в общем-то, требуется. Но здесь посылы разные, потому что, может быть, когда исключали, думали о том, что действительно очень сложно, что должно быть своя целевая какое-то регулирование. Вот федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры это принят. Но и там я тоже покажу ей свои несостыковки с вот этой системой в системе законодательства. То есть здесь мы видим, что когда возникал вопрос о том, как убрать закладки, которые могут присутствовать в программном обеспечении, ну и второй момент, что закон о техническом регулировании говорит, что он не это не регулирует, что как-то сами давайте справляйтесь, то мы приходим к выводу, что действительно возможность внедрения закладок в СУТП, она возможна иностранного производства. Кроме того, вот только сегодня сказали, что для того, чтобы решить вопрос перехода на импортозамещение, на собственные национальные информационные технологии, то где-то 400 лет потребуется. Значит, что, какой вывод? Ну нам надо как существовать с иностранными производителями, но создавать такие условия, при которых нам было бы выгодно с ними вступать в отношения и обеспечивать безопасность, надежность, устойчивость информационных процессов и технологий. А как же это сделать, если вот закон о техническом регулировании говорит, что в общем-то он здесь не при делах? Ну, если мы, допустим, попробуем ввести вариант, инструмент использовать юридически, это ввести обязательную сертификацию, ну, что говорит закон о техническом регулировании в части обязательной сертификации? Что подлежит продукция только определенная для этих целей, то есть вот поименная. А дальше, что из перечня обязательной сертификации выведены комплексы и машины, вычислительные, электромеханические. Ну, вот здесь вот этот вот перечень, вы это все видите, я не буду зачитывать. То есть фактически опять элементы АСУТП, которые включают в себя вот эти объекты, они выведены из обязательной сертификации. Какой здесь вывод? Вывод такой, что добровольная сертификация, и, ну, действительно, некоторые производители иностранные, они идут на добровольную сертификацию и пытаются продемонстрировать, что вот этих закладок или каких-то там, что даже не то, что закладок нет, это они не демонстрируют. Они демонстрируют только то, что их продукция соответствует тому перечню элементов, пунктов, которые у нас в стандартах предусмотрены. Хорошо, дальше. Следующий вопрос. А кто, собственно, контролирует и надзирает в области АСУТП? Ну, в общем, понятно, что закон ОКИ, он определил те самые федеральные органы исполнительной власти и другие структуры, которые уполномочены контролировать и надзирать в области АСУТП. Но, возвращаясь к закону об информации, что там сказано? Обладатель информации, операторы информационной системы, в случаях, установленных в законодательстве Российской Федерации, обязан обеспечить. И вот перечень того, что должен тот самый оператор информационной системы, а это есть владельцы критической информационной инфраструктуры, иначе, должны сделать. Ну, или те субъекты, которые пытаются обеспечить информационную или кибербезопасность. И вот, слушая все эти дни, я увидела, что, в принципе, с точки зрения технологии, невозможно на 100% выполнить вот эти требования. И здесь обсуждали, что своевременное обнаружение фактов не санкционировано доступа. Алексей здесь выступал и говорил, что, ну, и задачки задавал на предмет того, что, а если вот у вас функционирует эта закладка, то и результаты были такие, что, в общем-то, обнаружить ее без сопутствующих к тому действий, в принципе, вот так вот просто, открыв код, программный код и посмотрев, а если это там, невозможно. То есть, по факту ее тихой работы и случай, который вот так вот совпадет, что, да, вот мы обнаружили, что пошла утечка, пошла информация, пошла работа самой программы не так, как она должна идти, не в том направлении. То есть, вот, как бы есть, я вернусь к этому слайду, когда дойду до стека. То есть, в принципе, закон, треуголовый закон говорит, что есть требования, которые нужно обеспечить. То есть, это обязательность, это не то, что там можешь, хочешь или не хочешь. Пример. Почему же тогда АСУТП, оно как бы вообще обойдено федеральным законом об информации? Вот статьи, которые из этого федерального закона, они направлены на особенности распространения информации новостным агрегатом. В каждой из этой статьи есть отдел, раздел, который посвящен контролю и надзору в области вот этой информационной системы, но не АСУТП как таковой. То есть, вообще это не существует, ее нету как таковой. Пример просто. Вот как они из статьи 14.1 применение информационной технологии в целях идентификации физлиц. Здесь указывается контрольный отзор за выполнением организационных технических мер по обеспечению безопасности персональных данных и так далее. То есть, закон об информации, не то, что вообще забыл про это, он помнит, но только почему-то в каких-то частных случаях, хотя надо начинать с более общего понимания, это вот АСУТП, а дальше уже этих структур, которые могут быть. Ну, хорошо. Следующее. Федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Здесь определены виды нарушений, определена ответственность за нарушение требований закона и принятых в соответствии с ними, иных нормативно-правых актов. Однако, ответственность за несоблюдение требований, содержащих предпосылок к нанесению ущерба КИИ в случае совершения компьютерной атаки, но не повлекшее причинение вреда, не установлена. Обсуждается внесение изменений в КАП, но в данном случае, вот я посмотрела, с 2018 года все еще идет обсуждение и изменения, уже изменения в КАП. Пока КАП не предусматривает составов правонарушения в отношении субъектов. Есть только уголовная ответственность, то есть, ну, как бы самый тяжелый вариант из всех разных ответственностей. Но, все-таки, вопрос, который тоже возникает, а куда же гражданско-право-ответственность в деле? Почему ее не учитывают в том, что, в общем-то, она должна быть тоже применена в случае каких-то событий? Значит, что у нас сейчас? То есть, она должна быть, но какая проблема? Значит, гражданская право-ответственность – это меры, которые применяются к лицу нарушившим нормы гражданского законодательства. Ну, вот те самые элементы – это аппаратно-программные комплексы, программные комплексы, базы данных и другие технологии, которые входят в качестве структуры в критическую информационную инфраструктуру. В настоящее время у нас обязанность лицензиара возмещать вред в полном объеме. Это статья 15. Статья 15, она вообще направлена на возмещение ущерба. Но если мы берем аналогию, о чем говорил Владимир Михайлович, то есть лицензиар – это правообладатель и лицензиат – тот, кто пользуется в дальнейшем этим программным обеспечением, то вот я перекладываю, использую терминологию из тех субъектов, которые связаны с использованием программного обеспечения. И фактически эта статья звучит вот таким образом, что обязанность лицензиара возмещать вред в полном объеме возникает только в случае, если будет установлено, что этот вред причинен по его вине. То есть те варианты, когда предлагали создать ту технологию, которая будет фиксировать событие в какой-либо организации, которая будет это потом, можно будет использовать, ну это все, конечно, идея хорошая, но она недоработана с точки зрения опять закона. Очень много требуется дополнительных действий, чтобы, как и Владимир Михайлович сказал, чтобы данные все были надлежащие собраны. И тогда можно было бы действительно говорить, что да, эти данные могут быть положены в основу какого-то события и доказывающие какой-то факт. То есть, ну, например, здесь причинение вреда по вине какого-то конкретного сотрудника этой организации. Значит, обобщая, да, что при отсутствии обязательных стандартов, то, о чем я вам сказала, регулирование и использование программного обеспечения возможно только вот путем гражданского правового договора. Гражданский правовой договор у нас не всегда возможно применить или применяется просто с ошибками изначальными, которые потом не приведут к нужному результату. И настоящая пока практика такая, что правообладателю-разработчику программного обеспечения не может быть поставлено в вину возникновение в нем ошибки. А, соответственно, если что-то произойдет, какое-то событие, то и результатом этого события будет какой-то ущерб, возникнет ущерб, то, в принципе, мы вот видим то, что сейчас сложно будет доказывать и возмещать. Значит, то, что я еще увидела, вопросы об возможности удаленного дистанционного доступа и управления средствами при ВСКАДе. Значит, что здесь, что я нашла в этом случае, что с 1 января 2020 года программное обеспечение должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ. Это вы вот видели. Программное обеспечение должно исключать несанкционированный удаленный доступ к системам автоматического управления и несанкционированное дистанционное вмешательство, здесь функционирование турбин. То есть почему-то в постановлении правительства в части несанкционированного дистанционного вмешательства выделено только турбины. Ну, может быть, это действительно очень важно, но мне кажется, что тут не только турбинами должно ограничиваться дело. Следующее. Вот требования в стек. Я вам говорила, что я вернусь к тем обязательным требованиям, которые должен оператор информационной системы выполнить. О чем говорят эти требования? Что они применяются в случае принятия владельцем ОСУ управления решением об обеспечении защиты. То есть здесь речь идет, что есть вариант, когда владелец ОСУ может принять решение не принимать, не использовать вот эту методику установления требований. А с другой стороны, возвращаясь в федеральный закон, говорит, что обязан оператор информационной системы обеспечить требования к защите информации, которую он использует. А с другой стороны, вот в стек говорит, что тут возникает такая вот альтернатива. Хотите применять, хотите не применяйте. Последнее. Есть такой принцип технологической нейтральности. Опять-таки, что это за принцип? Федеральный закон об информации. Он связывает принцип технологической нейтральности как недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими. Если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами. То есть, в данном случае мы говорим о том, что есть закон ОКИ, где есть требование установления требований к определенным информационным технологиям. Но в самом законе действительно они все, законодатели прописали, что есть, что нужно обеспечивать, что нужно выполнить определенные действия. Но в самом начале закона, это статья 4, которая направлена на принцип обеспечения безопасности КИИ, указаны только три пункта. Это законность, непрерывность и комплексность обеспечения, приоритет предотвращения компьютерных атак. А где приоритет использования наших технологий? Возвращаюсь назад, что с одной стороны понятно, что все технологии должны быть в равных условиях, но когда речь идет о выживании и когда речь идет о выполнении требований государства и нашего руководителя, мы должны приоритет поставить для своих информационных технологий, но не выравнивать. Особенно если мы говорим о критических информационных инфраструктуре, то здесь нужен этот принцип, тем более, что закон сказал, что да, в принципе должно быть, но может быть и установлено иное. То почему же в принципах обеспечения безопасности в самом начале закона КИИ вообще никак это не оговорено? Можно и иначе немного сказать, но в принципе это как бы должно было быть. Итак, значит, по этому поводу вывод, что в условиях развития перехода на собственные информационные технологии нам необходим принцип технологической нейтральности поставить перед российскими производителями, а зарубежные производители, они должны быть как бы уже во вторую сторону. Мало того, что даже если мы говорим о 400 годах, летах, что мы не сможем вот так вот взять и перейти, то опять-таки нормативное регулирование, правовое регулирование говорит, что есть варианты локализации. И предусмотрена методика локализации, предусмотрена методика, как сделать зарубежное своим собственным, при каких условиях. Все это прописано. То есть в принципе можно идти и, во-первых, можно использовать и тот акт, второе, можно использовать опыт Китая, который просто определил такие, определил, что его позиция по отношению к зарубежным производителям такова, что они делают свои технологии на их территории по тем стандартам, которые Китай сам и определяет. Ну вот как бы опыт государства существует, ну может быть он спорный, может быть еще какой-то, но по крайней мере китайцы в этом случае, ну они правильно делают, они идут своим путем и достигают своих результатов, и в общем-то эта экономика стала первой экономикой мира. Поэтому общий вывод, нам нужно исправить вот эти вот ошибки, которые существуют и заложены в системе информационного законодательства, в том числе вот информационной безопасности. Необходимо разработать системы взаимодействующих норм, определяющих порядок разработки компьютерных технологий, осуществляющих сбор, распространение, использование информации в АСУТУП, создание самих технологий, создание или переделывание зарубежных или совместных создания предприятий, а они есть, то есть уже, говорю, методика существует, ну или как-то создать условия, чтобы зарубежные, по опыту, например, в Китае, чтобы зарубежные компании все-таки, зарубежные компании, они считались нашими интересами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...